Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» продолжаем вместе с вами размышлять над очень важным и одновременно очень таинственным вопросом. Сразу хочется подчеркнуть, что вопрос, который мы сейчас будем обсуждать, мы лишь прикасаемся к этой тайне. Это тайна любого живущего на земле, и эта тайна сохраняется для нас до того момента, пока мы покинем этот мир. О подлинно посмертном опыте. Кто из вас, дорогие друзья, смотрел предыдущую беседу, которая называлась «Разница между внетелесным и посмертным опытом», мы в общих чертах коснулись на основании трудов иеромонаха Серафима Роуза, в частности его труд «Душа после смерти», в котором этот выдающийся богослов и миссионер XX столетия обобщил в своей книге «Душа после смерти». Я думаю, дорогие друзья, все вы читали эту книгу, кто не читал, очень рекомендую с этой книгой познакомиться. Иеромонах Серафим Роуз обобщил в этой книге доступным для современного человека языком «Святоотеческое православное учение о загробной участи человеческой души» и провел анализ очень популярных в его время, это как раз 60-е, начало 70-х годов, труды известного доктора Раймонда Моуди, Элизабет Кублерос, Оси Сайха Ралсона и других исследователей, которые на основании опытов клинической смерти сделали выводы, которые очень совпадали с теми выводами, которые делали в предыдущих веках оккультисты о том, что якобы нет ни суда, ни ада, ни рая, а человек соприкасается с неким миром духовных светящихся существ. И вывод этих исследований был, как правило, таков, что смерти бояться не надо и готовиться к ней особо не надо, потому что это процесс безболезненный, переходишь в иное состояние бытия, где бесконечное развитие, скажем так, человека. И отец Серафим Роуз, в чем его огромная заслуга, заслуга, которую невозможно переоценить, что как раз в своем труде «Душа после смерти» отец Серафим Роуз в свете священного писания и святых отцов церкви, дал анализ вот этим так называемым посмертным опытам, которые на самом деле являются лишь опытами внетелесными. Предлагаю вашему вниманию, дорогие друзья, так как тема очень таинственная, разумеется, я буду говорить не от себя, а предлагаю вам слова самого отца Серафима Роуза. «Свойство истинного опыта неба». Истинный опыт неба неизменно имеет место в конце процесса восхождения, обычно через мытарство, если душа должна заплатить как бы некую пошлину, но пошлину в данном случае в кавычках. С другой стороны, в современных, в «нетелесных» и посмертных опытах состояние мытарства и бедствия никогда не встречается, только иногда описывается процесс некого восхождения. Здесь отец Серафим Роуз подводит как бы некий итог того, что было опубликовано в трудах вышеназванных исследователей, которые, опросив людей, имеющие опыт клинической смерти, пришли к выводу, что душа, расставшись с телом, куда-то восходит, идет по некому светящемуся туннелю, с ней встречаются светящиеся существа, которые с радостью, с юмором беседуют с этой душой. И как бы нет ничего страшного. И вот как раз отец Серафим Роуз и обращает внимание, что настоящий опыт неба происходит только уже в конце, после полного разлучения души с телом, и когда человек действительно покидает эту земную реальность. Второй пункт. Душу на небо всегда сопровождает ангел, хранитель или ангелы. Она никогда не забредает, в кавычках, туда, если ходит по своей воле или своими силами. Это одно из самых характерных и важных отличий современного внетелесного опыта от посмертного. Все вот эти внетелесные опыты, которые стали популярны благодаря трудам вышеназванных исследователей, все идентичны светскому и даже атеистическому опыту рая, которые рассматриваются в таком ключе, что человек попадает в некоторую астральную плоскость, там видит, может быть, даже души усопших, каких-то известных личностей исторических, с ними общается и так далее. А вот как раз в Священописании в Евангелии от Луки, в 16 главе, где эта известная притча о богаче Лазаре, было четко ясно сказано, что душу Лазаря отвели ангелы, что ангелы возносят душу. Душа, покинув это тело, не может в полной мере принадлежать сама себе, она не может забрести в рай сама собой, ее именно возносят ангелы. То есть душа не сама собой отходит от этой жизни. И что очень-очень важно, в нетелесному опыту рая не требуется руководитель. Это все происходит непосредственно вот здесь, в воздухе, то есть в этом земном мире. То есть вот это воздушное пространство, которое мы видим над своей головой, о чем святой апостол Павел говорит, где обитают духи злобы поднебесной, по воле князя господствующих в воздухе. Именно в этом воздушном пространстве, то есть в области этой нашей земной, этой трехмерной реальности, здесь происходит внетелесный опыт, и именно здесь душа человека, который еще не окончательно умер, соприкасается с этими духовными существами. А в силу того, что опыта святоотеческого, подлинно христианского такая душа не имеет, у нее создается иллюзия о том мире. Третья очень важная характерная черта. Опыт имеет место всегда при ярком свете и сопровождается явными знамениями божественной благодати, в частности, дивным благоуханием. Подобные знамения иногда могут быть и при современном посмертном опыте, но здесь есть фундаментальные различия, которые вряд ли можно переоценить. Современные посмертные опыты поверхностны и даже чувственные. В них нет ничего, чтобы их отличало от аналогичных опытов неверующих и даже откровенно атеистически настроенных людей. Наблюдатель видит естественное нашлаждение вне тела с тонким христианским налетом. Вот смотрите, в одной из предыдущих бесед, которая называлась «Сохраняет ли душа по смерти память о жизни земной», я предложил вашему вниманию книгу «Невероятное для многих, но истинное происшествие». Опыт, который имел один молодой человек по фамилии Икскуль, когда он действительно скончался, и двое суток его душа находилась вне тела. И как он был возносим ангелами, его душа возносилась ангелами, и как он соприкоснулся с частным судом Божиим над человеческой душой, о чем в священном предании церкви мы знаем как воздушное мытарство. Слово мытарство от слова мытари, то есть духи зловые поднебесные, которые находятся в этом воздушном пространстве, испытывают душу и ищут в ней сродное с собой, то есть ищут в ней беззаконие грехи. Если душа отягощена нераскаянными грехами, то падшие духи имеют власть над этой душой. Вот в этом свидетельстве Икскуль пишет, что он как раз соприкоснулся с частным судом, который происходит. В современных внетелесных опытах ничего подобного нет. Там только с тобой встречается светящееся существо, чувство комфорта, и вот этот антураж, который видит вокруг себя человек, очень похож на земную реальность. Это какие-то сады, города, улицы, фонтаны и так далее. То есть та реальность, которую человек видит на земле, к которой он привык, и которую он как бы переносит на ту реальность, которую видит там. Все привычно, нет ничего сверхъестественного, нет ничего благодатного, что есть подлинно посмертных опытов тех людей, души которых ангелы уже уносят из этого мира. Обращает внимание отец Серафим Роуз, ссылаясь в том числе на святоотеческие и житийные примеры. В частности, пример, который, ну, хорошо знают люди, живущие в русле православной традиции, это житие блаженного Андрея Христа радио-родива, когда он был действительно восхищен в рай. Он видел действительно рай, царствие Божие. И четвертый характерный признак. Истинный опыт неба сопровождается таким чувством благоговения и страха перед Божьим величием и чувством такого недостоинства созерцать его, какие редко можно встретить и у православных христиан, не говоря уже о тех, кто находится вне Церкви Христовой. Идущий из глубины сердца вот эта благодарность, благоговение и любовь к Богу, как вот в житии святого Сальвия, чувство своего недостоинства перед Богом, поклонение святого Андрея Христа радио-родива в трепете перед Христом и даже свидетельство Икскуля, когда он соприкоснулся со светом и чувство недостоинства созерцать этот свет. Все эти вещи, все вот эти явления подлинно духовные они совершенно неизвестны в современных внетелесных опытах. Во внетелесном опыте человек видит якобы рай, но этот рай он видит в этом воздушном пространстве, и этот рай в данном случае в кавычках очень похож на земную реальность, на комфортное пребывание здесь на земле. В этом, в кавычках, раю все рады и счастливы, довольны, смеются, шутят, но никто не чувствует никакого благоговения и страха перед Богом. Это очень характерная черта, и отец Серафим Роуз в своем произведении как раз анализирует известные тогда в научной литературе свидетельства людей, которые не принадлежали христианской традиции, то есть индусы, буддисты, просто атеисты, агностики, которые имели внетелесный опыт, и их внетелесный опыт был совершенно тождественным с людьми, у которых, ну, так или иначе, хоть какое-то отношение имели к христианству, то есть принадлежали той или иной протестантской динаминации. И вот отец Серафим Роуз обращает внимание, что если у людей и неверующих, и агностиков, и представителей самых разных религиозных традиций идентичный внетелесный опыт, комфорт, какое-то чувство радости, легкости, с юмором тебя встречает какое-то светящееся существо, которое тебя ни за что не осуждает, и кардинальное отличие этих опытов от подлинно посмертных, которые мы находим в житиях святых, в потеряках, в частности, вот самый яркий пример это мэтарство Святой Блаженной Феодоры. Все это показывает, что внетелесный опыт координарно отличается от подлинно посмертного. Еще раз повторим, как будто это главный вывод, что когда человек действительно умирает, ангелы приходят за его душой, они уносят его из этой земной реальности. Впереди душу встречает частный суд Божий после телесной смерти, частный суд Божий, который происходит посредством духов, как добрых духов, ангел, так и позволено падшим духам предоставить свои права над душой. И если они видят в душе нераскаянные грехи, как нечто сродное с собой, эти падшие духи имеют власть над этой душой и препятствуют ее восхождению к Богу. И соприкосновение уже с небесной реальностью всегда сопровождается, как вот уже несколько ранее было процитировано, это чувство величайшего благоговения, страха перед Богом, перед божественным величием и чувство своего недостоинства созерцать Бога. Понимаете, дорогие друзья? Постараюсь, в общем, простыми словами это, постараюсь, по крайней мере, эту тайну объяснить, насколько это будет возможно. Одно дело, когда ты что-то видишь, какое-то светящее сейчас существо, которое на равных, по-небратски, с юмором с тобой обращается, и даже напоминая о твоих каких-то ошибках, тебя за это даже не укоряет. Это создаёт иллюзию о загромном мире. Когда такие люди возвращаются в эту земную реальность, они потом на вопрос, что ты там видит, говорят, да там ничего страшного, никакого суда, нет никакого ни рая, ни ада, там комфортно, и я после этого уже смерти не боюсь. А человек, который соприкоснулся с подлинно подсмертным опытом, как мы читаем в Киево-Печерском потеряке о преподобном Афанасии Затворнике, скончался этот подвижник, будучи ещё молодым монахом, и спустя два дня его душа вернулась с тела. Когда его братья уже готовили к погребению, и они видят, что он непрестанно плачет. Они спрашивали его, скажи, отче, что ты видел? Он только плакал и повторял непрестанно, спасайте свои души, братья. После этого он затворился в пещере, подвижники у Печерской лавры, и 12 лет провёл в подвигах, очень суровых, через день вкушая немного пищи и воды. И всё это время, все 12 лет, он не проронил ни одного лишнего слова. Вот как кардинально меняется жизнь людей, которые соприкоснулись с подлинно, подчёркиваю, не внетелесным, а посмертным опытом, когда они соприкоснулись с той настоящей реальностью, что там впереди суд, там встреча с падшими духами злобы, что там соприкасаешься и по-особому ощущаешь величие Божие, благоговеешь перед Богом и чувствуешь своё недостоинство, чего даже близко нет в современных посмертных опытах. Отец Серафим Роуз, чью книгу очень рекомендую вам, дорогие друзья, особенно если вы этой темой интересуетесь, а так или иначе ей надо интересоваться, потому что через «Врата смерти», вот эту последнюю пяти мию, все мы пройдём, рано или поздно мы расстанемся с этой жизнью. Для того, чтобы иметь правильное представление о том мире и правильно готовить себя к нему, к переходу в вечную жизнь, к суду Божию, где придётся дать ответ за свои помыслы, за свои слова и поступки, поэтому надо иметь правильное евангельское и святоотеческое представление о будущей жизни. В заключение очень рекомендую вам, дорогие друзья, внимательно почитать книгу Иерамонаха Серафима Роуза «Душа после смерти». Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Иерамонаха Серафима Роуза